ну что ж здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня вновь казуку family наверное многие сейчас зададут вопрос почему стали так мало выпускаться видео про стримы я вообще молчу короче ребят как бы объяснить это будет в принципе разговорное видео мне не так то просто говорить о последних событиях которые у меня произошли потому что перемены в лучшую сторону в жизни да и знаете вот всегда в интернете хихоньки хахоньки все хорошо все прекрасно все идеально но не всегда все извините не всегда все может идти по плану вот о чем говорить в плане не по плану да наверное то что идет взросление следующий этап жизни к сожалению мы все стареем мы не лично мы молодые не всегда я просто пытаюсь мыслями собраться вот короче в чем суть у меня последнее время проблемы с компом это все прекрасно знают я писал что я щас без компа я даже сижу не снова то чтобы вам записать это все рассказать на это слава богу что я могу хотя бы сейчас это сказать у меня что-то работает пока что вот что у меня сломался подаренный подарок от человека можно сказать что мне его надо чинить то есть мне добавилась проблема не только компьютера но и телефона чтобы из телефона выкладывать шортсы я тоже не выкладываю вот приходится просить другого человека что-то записать это там было снято по моему три материала вот мне не хочется нагружать посторонних людей то есть чтобы другие люди занимались тем чем я занимаюсь вот и были проблемы с интернетом я не знаю как они будут дальнейшем но интернет там где я проживаю очень плохо стал работать вот и представьте у меня проблема с компом с телефоном с интернетом я еще не говорю проблемы которые существуют дома и ладно говорить прямо проблемы со здоровьем то есть у меня сейчас очень сложная ситуация вот и когда ты живешь один да я живу один вот мало того что эти проблемы на тебя навали как снежный сраный ком да я не буду об этом молчать можно сказать что как бы все это накапливалось в течение почти полугода то есть я полгода просто ничего не говорил публично грубо говоря теперь говорю потому что и я не из тех людей кто скрывает правду не договаривает то есть я прямой человек который говорит о своем творчестве и говорит что происходит вокруг его творчество это нормально то есть я сейчас не критикую не людей я могу себя покритиковать плане по фактам по полочкам все разложить но я занимаюсь творчеством и всегда им занимался мне это интересно мне это было интересно но люди рассосались то есть из-за того что я перестал снимать что-то новое отписались люди которые либо ждали материала либо хотели нового материала но повторюсь я снимал и снимаю старое что мне по душе а чтобы был топовый компьютер и топовое оборудование нужно конечно как сказать вложение и конечно донаты а тех кто любит смотреть моё творчество потому что в принципе любой стример любой летсплеер хочет как бы малость на вкусняшку или как говорится на вложение тем чем он зарабатывает то есть это называется не попрошайничество как типа другие стримеры ну реально выбивают деньги тупо для того чтобы типа ну как сказать вложить во что-то второстепенное меня основное вложение это конечно же интернет и оборудование то есть интернет с помощью чего обещается вам в интернет оборудование это на чем вещается в youtube ну я не буду в подробности входить ладно суть небо не в этом я хотел поговорить потому что на улице идет дождь я живу один я не могу молчать мне надо с кем-то поговорить или куда-то сказать вот я считаю что если бы не интернет если бы не youtube не рутуб не социальные сети я бы не мог это все выкладывать говорить и обсуждать вот я задумался я если молчу я задумался и в общем не всегда это все было интересно ребят тем чем я занимаюсь вот но сложности пошли не только в плане того что это коснулось мое мое творчество то есть сами понимаете быть без интернета в 21 веке без компа это очень сложно тяжело и иногда даже идет все в обратную сторону ты выходишь на улицу ты не знаешь чем тебе на улице заняться потому что потому что ты видишь школьников студентов которые сидят в телефоне а у тебя телефона нету то есть у тебя банально нету телефона чтобы войти в социальную сеть то есть я на улице не могу выйти в интернет вот чтобы с кем-то поболтать через интернет в парке на фонтане и так далее то есть мне приходится просто гулять слушать музыку в наушниках то есть у меня есть ну такой знаете древний планшет где ты просто слушаешь музыку но он не принимает интернет потому что там старый android то есть древний android вообще какой-то по моему четвертой версии короче на нем невозможно работать он глючит хотя планшет samsung вот и у меня хреновое состояние ребят я не буду врать я признаюсь честно я чувствую себя отвратительно потому что я без компа уже почти полгода а для стримера летсплеера это просто трендец хочется конечно матюкаться орать но даже на это сил не хочется тратить и когда ты сидишь даже не с ноутбука с древнего нетбука чтобы просто зайти в сеть через вай-фай через сломанный телефон который принимает там через шнур мобильную интернет и сеть это треш конечно но это самый знаете низкий метод как-то не сойти с ума грубо говоря потому что ты сходишь с ума когда у тебя нет интернета у тебя нету skype а там у тебя ты не можешь нормально поговорить там через интернет том же телеграме или дискорде как ты раньше мог там заходить дискорд с кем-то разговаривать ну ладно суть не в этом суть в том что я стараюсь что-то выкладывать то что осталось это что я успел сделать на компе но я думаю наверное все это знают возможно или нет ладно короче может и не знают вот короче я не знаю если у меня не будет материала вообще или я не смогу что-то записывать с новеллами я говорил что хочу разговаривать общаться там через новеллы хочется конечно или может я буду такие видео выкладывать разговорные чтобы говорить чтобы кто-то там следил за новостями и так далее так далее так далее вот тут еще одна проблема возникла к сожалению но я не буду публично они рассказывать я буду говорить лично людям звонки потому что есть разговоры которые ну как сказать которые не на публичное выставление в youtube так как это американская платформа и так далее вот но самая основная проблема это опять же повторюсь сломанный телефон сломанный компьютер интернет и здоровье вот и по поводу вложений то что я говорил что любой стример вкладывается я щас вам объясню самое главное в жизни это время и когда ты тратишь время на запись то есть вот допустим на запись видео на прохождение игры ты тратишь во первых свою энергию вот свое время и ты тратишь на кофе чай вкусняшки чтобы поесть передохнуть чтоб что-то показать и поделиться с мыслями то есть творчество меня было на протяжении там пяти лет то есть на протяжении пяти лет я что-то записывал у меня там ломался компьютер я его чинил на тот момент когда была возможность его восстановить еще в тот раз вот я вам показывал то что мне интересно то есть как сказать сейчас видение любого стримера это его игра его впечатления его эмоции какая игра стримером нравится ютубером нравится летсплеером и так далее то есть я не люблю онлайн игры у меня есть там на это своя позиция почему я не люблю онлайн онлайн дрочильник грубо говоря вот но я люблю сюжет и прохождение сюжет и графику персонажи музыку и так далее люблю много чего интересного в принципе вот так что не знаю самое худшее это когда наверное у тебя есть увлечение но ты не можешь ими воспользоваться в полном объеме ну то есть это как типа ты хочешь во что-то поиграть но у тебя нет возможности поиграть в это то есть у тебя нету дорогого компьютера у тебя нету дорогого интернета у тебя нету дорогого телефона и так далее да раньше мы как-то без этого жили но сейчас 21 век и век технологий вот поэтому да понятное дело что мы в принципе перешли из реальности в интернет теперь из интернета никто не вылезает практически ну как вылезает но как сказать с трудом то есть мой брат сидит в телефоне допустим мои друзья сидят в телефоне ну даже не друзей много не бывает но это в принципе отдельный разговор вот но суть в том что последнее время я вот так с интернетом общался с одним человеком я не буду афишировать с кем это это не столь важно имя ничего не даст потому что я не видел даже паспорта этого человека ну ладно суть не в этом суть в том что люди меняются вот из-за того что люди меняются мы с этим человеком долго общались в интернете вот я сейчас не знаю что будет дальше просто прикол в том что у меня не так много собеседников с кем я общаюсь уже говорю же опять идет этап взросления люди меняются у людей свои загоны появляются грубо говоря но я не буду молчать я буду говорить как есть поэтому поэтому как-то так в общем ребятки я не знаю что будет дальше я не знаю кому нужен мой канал кто смотрит меня я понимаю что сейчас люди гонятся за хайпом за новинками и так далее но опять же повторюсь мой канал не гонится за хайпом за новинками я прохожу то что проходится то что мне нравится то что я могу проходить то что не могу проходить но могу об этом рассказывать делать свою как сказать abs ну ну да можно сказать абстрактную точку зрения но это не совсем правильно может быть звучание слова или построение слова ну ладно суть не в этом вот просто я хотел поговорить с вами и сказать о том что я стараюсь двигаться не тормозить но к сожалению бывают обстоятельства которые нас тормозят в жизни в жизни нас тормозит интернет сломанный телефон сломанный компьютер и нестабильный интернет вот эти источники движения вас могут затормозить как затормозили меня то есть сломался телефон и не можешь выкладывать шорты нестабильный интернет ты не можешь выкладывать большого размера что-то сломался компьютер ты не можешь проходить то что проходил это что у тебя там оставалось на компьютере вот в общем как то так вот но переживать не стоит пока что мне просто кажется что если я пропаду допустим на год ну ладно не буду сильно преувеличивать на полгода то скорее всего еще хуже станет ситуация потому что либо люди не станут полгода ждать вот ну тогда я буду искать какой-то может быть альтернативный выход план что делать в этом случае но это как знаете это как вот писатель который пишет книгу и пропадает на полгода писатель перестает писать книгу и людям либо книга становится неинтересно либо они за и да я хотел сказать это слово либо ждать продолжение за до за мучаются вот поэтому я не знаю правильно ли я что-то делаю неправильно ли что-то делаю но в любом случае ребят это будет мое личное решение вот сворачивать это все полностью не сворачивать но мне кажется что в любом случае я найду какой-нибудь запасной вариант чтобы может быть полностью не было все плохо вот но пока что все 50 на 50 неплохо и не отлично но где-то короче посередине вот что было последнее там чем я занимался кроме того как не делал материал да и не мог его делать или просто был плохой интернет опять же повторюсь наверное наверное что именно что именно последнее что из интересного я допустим посмотрел я что-то посмотрел из сериалов что хотел посмотреть я по моему посмотрел сериал fallout который мне понравился я на него что писал маленькое мнение в ютубе по моему которое набрало мало просмотров да потому что видимо сериал fallout никому нахер не нужен да взглянем правде в глаза не будем как говорится врать я говорю не из тех людей кто врет вот ну из фильмов на из фильмов ничего нового интересного наверное не выходило про форсаж я не буду говорить потому что форсаж 11 еще не вышел а выйдет можно будет форсаж обсудить потом как нибудь и что еще экранизация какие экранизации игр могли бы быть кроме fallout это но экранизации паука с николом сам кейджем нуар называться будет но даты неизвестно потом что еще этот фильм дэдпулы росомаха только трейлер есть из таких вот вселенных вот потом что еще краба на я тоже жду но там тоже перенос на какое-то время по поводу по моему крабами вот ну то есть все как-то тухло мне кажется летом будет точно такая же херня вот короче не знаю ребят новостей не так-то много но из последних новостей что я знаю ам что проходит ну проходили только этот horizon вторую часть дикий запад но он реально ларку на том и на это лару крофт то вообще все довольно как в первой части может есть какие-то измерения но больше ничего а кроме horizon что новое могло выходить ну все ждут это hellblade 2 ждут в мае и ждут еще то так а что кроме hellblade что-то в голову вообще ничего не приходит hellblade hellblade horizon horizon а этот предзаказ призрака тукушима гостус тукушима ну понятное дело что это эксклюзив который был когда-то на приставке он станет теперь эксклюзивом на ПК все на приставке его играли уже тот же horizon призрака тукушимы вот единственный эксклюзив которого ждут это hellblade в этом году и может быть что-то еще будет а silent hill ждут конечно зимой или перед зимой осенью ждать будут наверное silent hill вот а ну еще вышла игра это пайн харбор который напоминает чем-то silent hill но там ранний доступ они там разработчики будут еще игру поправлять игра там сделана на ум реале пятом вот ну короче как то так ребята я не знаю если все будет потом положительном ключе мы может быть о чем-то и поговорим но сейчас какой-то тухляк я также сижу дома смотрю какие-то сериалы фильмы потому что компьютер сломан сами понимаете телефон тоже не могу никакие пока шорцы выкладывать и в интернет я редко захожу но главное что вы в принципе знаете об этих новостях если я вдруг буду какие-то новеллы проходить или еще что-то я в принципе по возможности буду выкладывать вот так что тем кому интересно не пропадайте тем кому плевать люди уходят и сами знаете в какую сторону хейтеры всегда остаются лайков маловато поэтому иногда и не хочется вообще что-то делать но люди не понимают каково это когда делаешь сам люди же просто сидят там на диване на заднице и думают какая-то херня мне это не интересно пролистают на телефоне на компьютере на планшете людям просто стало скучно смотреть наблюдать комментировать лайкать люди грубо говоря занимаются какой-то ху 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 ну короче я думаю все поняли а творчество это то что делаем мы по сути стримеры летсплееры ютубер и так далее в общем ладно можете оставаться при своем мнении но подписчики оставайтесь кому интересно хейтеры они знают сами что делать те кто проходит мимо они уже прошли мимо ну а всем спасибо за внимание ребятушки мы будем делать дальше пыхтеть делать новости выкладывать а всем спасибо за внимание с вами был казуку фэмили всем до встречи всем пока пока